Доброе-доброе утро! Мы уже с Александрой прекраснейшей пробудились и готовы заряжаться вместе с вами энергией, потому что она нам сегодня точно понадобится. Тем более, что сейчас уже 8 часов утра и сегодня 4 марта, весна, все цветет на улице, потрясающая погода, поэтому сразу предупреждаю, тепло не одевайтесь, достаточно будет легкого пальто, либо ветровки. Вот, а вас сегодня будет радовать не только погода, но и, конечно же, надеюсь, наша программа, поэтому скорее присоединяйтесь к нашей компании. Если кто-то в вашей семье еще не пробудился, скорее трясите его и будите, говорите, уже все, утро нового дня началось, пора просыпаться вместе. Ну, а что вы сможете полезного и не только узнать из нашей программы сегодня, мы вам расскажем в нашем анонсе. Индийские мотивы и зажигательные бели-данс наши журналисты узнали, как танцуют в жарких странах. Творчество в полном объеме, скульптурная живопись, новое направление в искусстве. Вековая история, какие секреты скрывают улицы Старой Ялты. Медицинская помощь, какие поправки предложили внести в Конституцию в сфере здравоохранения, расскажет гость в студии. Прямые включения из Евпатории, Ялты, Керчи, Симферополя. Самые актуальные новости полуострова глазами корреспондентов телеканалов Крым-24 и Первый Крымский. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Вот ты мне говоришь, сколько до отпуска осталось. А мы с тобой пытаемся определиться с Димой, что делать, если вдруг отпуск скоро, куда ехать, куда идти, бежать. И вообще, на чем, на каком кластере в Крыму лучше остановиться? Да, вот у нас есть, допустим, это из Альп-видео, которое мы приготовили, или из Айпетрии, вот не могу разобраться. Там оно настолько волшебное. Я когда его увидел, мы сейчас его зрителям покажем, я сразу вспомнил рассказы про Незнайку, когда он говорил, что облака, наверное, такие же, как Кисель, мягкие и пушистые. Да, я помню этот мультик. Но это, конечно, Альпы. Тем не менее, на Айпетрии сейчас не хуже. При том, что внизу, допустим, в Ялте погода с знаковой отметкой «плюс», то на Айпетрии лежит снег, и вы можете покататься на сноуборде, так же, как и делает герой нашего видеоролика. И, конечно, как же там красиво. Такое впечатление, что там чуть дальше, это целая открытая такая белая площадка, и даже не облака, а настоящее какое-то продолжение этого снежного пути. Можно представить, что это прям как на небесах. Ты можешь плыть, 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 а тебе будут встречать новые резкие повороты, виражи. Ну и, конечно же, наслаждаться этими мгновениями. За это, конечно же, и прекрасен Крым, потому что вы можете приехать сюда и, допустим, в Симферополе или даже в Ялте насладиться летом, проехать немножко дальше и уже погрузиться в некую зиму. Да, тем более, что если вы планируете свой отпуск, это лучше продумывать все детали заранее, если заказывать билеты на самолеты, то сейчас обычно, как говорят туроператоры, самые выгодные предложения, они либо за сутки, да, или день в день полета, либо буквально за месяц-два все-таки стоит подумать об этом. Слушайте, а знаете, как сейчас выгодно вот в Ялте отдыхать? Я буквально отдыхал не так давно, и оказалось, что есть скидки сезонные. А если вы еще из Крыма, можно получить скидку и крымчанину, и отдохнуть чуть ли не в два раза дешевле. Вот такая вот фортуна. Да, я тоже слышала, что сейчас даже в самых престижных отелях, да, на южном побережье Крыма, если ты крымчанин, у тебя есть крымская прописка, ты предоставляешь документы на рецепшник, или когда при бронировании билетов, то скидка практически там 40-50% это вполне так и себе существенная сумма. Поэтому обязательно, если вы поехали, конечно же, не забывайте документы. И еще один позитивный фактор, это то, что, допустим, с утра вы пришли на завтрак, и огромных очередей не будет. Пришли в сауну, тоже их вы не увидите. Конечно же, компанию вы себе найдете, с кем пообщаться, но вот толкаться и ждать чего-то вам точно не придется. В общем, если отдыхать, то именно сейчас. Ну а на что можно посмотреть и прогуливаясь по узким улочкам жемчужины Крыма, мы вам расскажем из нашего следующего сюжета. От небольшого торгового городка Южной Тавриды до знаменитого крымского курорта «Два века». Гуляя по Ялте в наше время, сложно представить, что в 1838 году здесь была только одна улица, десяток домов и чуть больше ста жителей. Из многих тысяч людей, живших на этой земле, отпечаток в истории оставили единицы. Среди них и дворянский род Мордвиновых. Сначала граф Николай Семенович, затем его правнук Александр Александрович. Проверим, знают ли ялтинцы основателей города. Мордвинов не знаю. Ну, такое знакомое лицо, а не при царе он был. Мордвинов. Писатель. Мордвинов. Фамилия очень такая даже знакомая, а не помню. Тоже принимал участие в строительстве нашего города. Некоторые почти угадали, но не совсем. Активно развиваться и расцветать. Ялта начала в конце 19-го, начале 20-го века. Мы можем сказать, что в начале 19-го века Крым был местом, куда ссылали опальных дворян и поэтов. До конца 19-го века шикарнейший, роскошнейший курорт, который называли Российская Ривьера. Или Русская Ривьера. К созданию нового облика приложил руку и граф Александр Мордвинов. По его поручению в 1906 году начали строить первые гостиницы, торговые и доходные дома, часть которых сохранилась. Архитектурный ансамбль этой площади создавался в 1954 году крымским архитектором Ираклием Татьевым. Он сумел гармонично вписать как новые постройки, администрацию и главпочтам, так и старые здания начала 20-го века. Знаменитый Ялтинский графский проезд. В наше время от былого графского проезда неизменным осталось только название. Доходный дом превратился в гостиницу, торговые ряды в современные магазины. Архитектурный комплекс, созданный в стиле неоренессанс по проекту Николая Краснова, пострадал во время гражданской войны и был перестроен. Тут же за углом арка, ведущая во внутренний двор графских имений. Здесь был обыкновенный хозяйственный двор, где разгружались телеги, разгружались товары. Все это разгружалось на склады, но даже внутренний дворик, посмотрите, сделан изящно, архитектурно оформлен и напоминает средневековые замки. Этот хозяйственный двор построили в 1908-м, но после гражданской войны частично реконструировали. Так у векового здания появились дополнительные жилые этажи. В шаговой доступности еще один памятник истории. В 2016-м его случайно нашли рабочие. Бульдозер провалился в яму, и так были обнаружены винные подвалы Мордвинова. Они находятся под нами. Прямо рядом протекает река Быстрая или Дерекойка, которая охлаждает эти подвалы, и температура в них 12-15 градусов. Винные погреба разграбили и разрушили в 1920-м, через 6 лет после переезда графа Мордвинова во Францию. А часть зданий, построенных сотню лет назад, до сих пор контрастирует с современными постройками. Татьяна Балыкина, Данил Захаров. Утро нового дня. Ну и мне интересно, Дим, если я тебе буду задавать сложные вопросы с утра, будешь на них отвечать? Ну, я готов. Как будто я пришел на экзамен. Можно я, можно я. Ну скажи, пожалуйста, смотри. Вот я думаю, что ты знаешь, что в средние века не было вообще такого понятия, как актриса, ну в древности точнее. И, а женские роли-то все равно были, потому что постановки происходили на импровизированных сценах, да, вот на главных площадях торговых, вот раньше в городах. Такие представления, потому что что людям нужно было? Хлеба и зрелища, собственно, как и всегда. Так вот, если не было понятия актриса, кто исполнялся эти женские роли? Угу. Вот, как раз-таки вопрос идеальный для феминисток, ну я не знаю, но, видимо, своего они уже добились, так что это очень хорошо, будем считать так, но... Дело в том, что если бы ты мне ответил на этот вопрос, Дим, я бы тебе билет отдала бы на филармонию, на свидание с весной, понимаешь, свидание с самой весной. Мне кажется, это идеальный билет, как будто романтичка. Дело в том, что сегодня состоится спектакль, да, в Симферопольском музыкальном училище, это в 16.30, в филармонии крымской, поэтому, если вы хотите, чтобы этот билет был ваш, мы с удовольствием вам его вручим, оставим, но для этого вам все-таки нужно ответить на вопрос, на который не смог ответить пока Дмитрий. Ну, знаешь, зато я подготовился к сегодняшнему эфиру, и как отличник могу рассказать вот нашим дорогим зрителям одну замечательную новость, представляете? Может быть, ты как раз расскажешь по номеру телефона, по которому стоит позвонить, да, чтобы ответить на вопрос? Слушай, у меня не такая потрясающая память, но я знаю, что... 9-7-8-0-8-3... ой, это мой номер телефона, сейчас, ну, плюс 7-9-7-8-4-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0, позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, все-таки, кто в древности, ну, в связи с тем, что не было такого понятия, как актриса, кто исполнял все женские роли, и мы вам с удовольствием вручим билет в филармонии. Ну, точно не котики, как раз-таки номер появился внизу, а я вот расскажу следующую потрясающую новость, которая меня впечатлила. Представляете, ровно 143 года назад был поставлен первый балет Чайковского, и, представляете, он провалился, и все критики и зрители сказали, что вот не зашло им, не понравилось, потому что, ну, кореография была не очень, и только спустя 18 лет, вот, как раз-таки, публика приветствовала его. Да, дело в том, что, как ты правильно сказал, что в основном критики как раз-таки в пух и прах разнесли постановку из-за слабой хореографии, но, тем не менее, буквально два десятилетия спустя эта постановка, она повлияла на весь мировой балет. И были введены новые стандарты, конечно же, которые потом, за которыми потом последовали и другие ребята, которые ставили балеты. А вот что у нас можно увидеть в Симферополе, мы готовы вам показать в следующей рубрике Афиши. Симферополе Азам есим тварь. Изящный, психологический и пластичный спектакль. Через тайны, мистификации и откровения он рассказывает о сути человеческого бытия. В этом спектакле нет четкой границы между сценой и зрительным залом. Актеры оказываются один на один со зрителем, который слышит их дыхание, вынимает каждому звуку и жесту. Хороший, плохой и жертва – это не характеристики личности, а имена главных героев. По сути, хороший ничем не отличается от плохого. Грехи плохого, транслируемой жертвой, помогают хорошему разобраться в своих и раскаяться. В большинстве случаев хороший, говоря о плохом, говорит о себе. Спектакль поднимает проблемы, знакомые каждому. Держит в напряжении с самого начала и до финальных строк. История мюзикла «Собор Парижской Богоматери» довольно близка к оригинальной сюжетной линии романа Гюго. Юная девушка-цыганка Эсмеральда своей красотой привлекает к себе внимание мужчин. Среди них архидиакон Фролло, молодой красавец-капитан королевских стрелков Феб и уродливый звонарь Квазимода. Эсмеральда влюбляется в Феба. Фролло терзается сомнениями, ведь он католический священник и не имеет права любить женщину. Квазимода восхищается юной цыганкой. Из-за ревности архидиакона цыганка оказывается в тюрьме. Ее обвиняют в убийстве Феба. Фролло дает девушке шанс освободиться, если она подарит ему миг блаженства, но Эсмеральда отказывается. Ее спасают народ и Квазимода, однако ненадолго. Эта старинная романтическая история произошла в одном сказочном королевстве. Дочь короля, Ермилка, очень любила танцевать. К ней посватался злой колдун, но принцесса отказалась выходить за него замуж. С тех пор она не могла ходить, бегать и тем более танцевать, а только прыгала. На помощь прекрасной Ермилке отправляется благородный принц Ержи. Чем закончилась эта история, узнаете в спектакле «Прыгающая принцесса». «Мост над рекой» — это музыкальная лирическая история, которая повествует о жизни советского казачества в непростое время. О человеческих отношениях, в которых только сама любовь и расставляет все на свои места, помогая преодолеть невозможное. Этот масштабный мюзикл отвечает лучшим образцам советских литературного, музыкального и песенного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Там есть четыре вида котиков, четыре порода. Ну, понятно, сфинксы там, есть более пушистые, похоже, чем-то на сиамских котов. Ну, такая вот марочка будет стоить 50 рублей. И самое, мне кажется, здоровское, я вообще видел моменты гашения этого всего момента, как это происходит. Так вот, там в гашении была такая вот печать, а на печати была лапка котика. Мне кажется, это было очень стилистически. Ну, это очень мило. И для людей, которые коллекционируют все эти дела, было бы вообще вдвойне приятно получить вот такой вот конвертик. Ну, если ты уже заговорил о котиках, то еще смотрю на тебя и думаю, а может быть, посмотрим на одного рыжего котика. И это я не про тебя. Вот так. Я называю только жена. Ух ты, Боже. Ну, кстати, да, Дима у нас женился, с чем мы его торжественно и поздравляем, потому что теперь он у нас прям взрослый. Взрослый котик. Да, Екатерине привет. Да, так что это большой правильный шаг, поэтому, правда, мы тебя поздравляем. Вот всей всей командой, с которой сегодня ведем этот эфир. Ну, а я расскажу вам сейчас про рыжих котиков, мы даже покажем вам его. Дело в том, что один рыжий котик, он про все неординарное свое бытие продемонстрирует нам сейчас. Боже. Это повадки, наверное, больше даже ловля мышей, вылизывание шерстки и просто ничего не делание, это не для него. Он пошел дальше и принял главную забаву у собак. Да, все верно. Его хозяин сначала удивлялся к такому поведению, а потом привык. И мне просто интересно, а называет ли он своего кота «хороший мальчик». Ну, то есть мы видим, что, в принципе, милый такой звереныш и ведет себя очень даже не по-кошачьи, а по-собачьи. А может, он не верно. И именно, наверное, никого не очень даже собачьи, как мне кажется. Да, ну, видишь, ему нужно кинуть мячик, и он его принесет. И пока ты ему не кинешь мячик, он тебе достанет. Я почему-то сразу вспомнил ситуацию, знаешь, бывают такие люди, которые злятся, кидают там телефон в реку. Ты такой распсиховался, что-то еще. И кот такой распринял свет. Ну, балуй, не балуй, а вот телефон будет с тобой. А он бесполезный тогда, мне кажется, уже после реки. Зачем он нужен? А, я думал, ты про котика. А у реки, а у реки. Ну, котик зато всегда полезен, вот такой вот замечательный друг пушистый. А самое главное, что я вот для себя услышал и подчеркнул о котах, это то, что они, конечно же, берегут ваше сердечко, и оно будет более здорово. Поэтому, если есть возможность, и вы хотите жить долго и счастливо, обязательно заводите себе пушистика, и таким образом вы защитите свое сердечко, и будете поднимать настроение. Ну, и, конечно же, каждый вечер антистресс вам точно обеспечен. Ну, а мы хотим, чтобы у вас вообще не было никаких неожиданностей сегодня утром, кроме как приятных. Поэтому мы сейчас вам расскажем о том, какая будет сегодня погода на полуострове. Подготовим максимально вас ко всем превратностям судьбы, по крайней мере, хотя бы в этом плане. Итак, в Симферополе сегодня ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, а температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 23, тепла в Севастополе ясно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, а днем на столбиках термометров до плюс 20 тепла. Прогноз погоды по ЮБК ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 16, тепла прогноз погоды по Феодосии, там облачные осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 15, Тепла в Керчи 4 марта тоже ясно, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 15. И в Армянске сегодня, вы не поверите, но переменная облачность. Вот Армянск решил немножко жить по-другому, по-другому уставу. Осадки там не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 19. Так что это все. Такой прогноз погоды на 4 марта. Что касается цен на топливо, то газ сегодня стоит 19 рублей 56 копеек. Из топлива 48 рублей 80 копеек. 92-й бензин 44 рублей 17 копеек. 95-й 48 рублей 65 копеек. 98-й бензин 56 рублей 12 копеек. Ну и не могу не затронуть тему валютного рынка. Дело в том, что доллар в цене немного вырос. 66 рублей 41 копейка, а вот курс евро немного упал. 73 рубля 24 копейки. Ну и я знаю, что Дима сегодня, он решил заменить пробежку утреннюю на, скажем, проходку. И путешествовал сегодня. Да, примчал пешком. Вот воспользовался возможностью сделать, так сказать, небольшую зарядочку. Ну, я думаю, этой возможностью воспользуются практически все, потому что погода сегодня действительно потрясающая. Но в случае, если вы опаздываете, а я знаю, некоторые люди любят так делать, они, конечно же, заказывают такси и не берегут семейный бюджет. Но в таком случае, конечно же, если вы используетесь специальными сервисами, вам нужно знать, по каким критериям вас оценивают сами. Ты просто посмотри, как ты заговорил. Семейный бюджет у него появился. Женился парень неделю назад. Ну, приходится теперь быть очень внимательным к расходам. Так вот, теперь предлагаю тебе сыграть в одну небольшую игру. Как это звучит? Я смотрю в такой фильме. Спасибо. Игра такая, чтобы ты поняла, как тебя оценивает, допустим, таксист. Я тебе говорю, а ты мне говоришь, поступаешь ли так с ними, да? Ну, давай. Итак, здороваешься с таксистом? Всегда, и со всеми здороваюсь. Потрясающе. Плюсик тебе. Просишь его пристегнуться? Говорят, вы не пристегнулись. Я что-то стараюсь не смотреть на таксиста. Это тоже плюсик. Дальше включаешь ли ты музыку или просишь его? Давайте что-нибудь послушаем. Ну, если... Вообще, мне кажется, что избегать неловкого молчания, как раз-таки самый удобный для этого вариант, это попросить включить музыку. Но если она совершенно не соответствует твоим музыкальным вкусам, тогда все гораздо сложнее, уже просишь делать слегка потише. Ну да, ты включаешь белые розы, белые розы. Ты знаешь, против белых роз я уже ничего не имею. Без защиты шипы. Ну, в общем, на самом деле водители почему-то не любят, когда их пассажир, ну, чаще всего, просит включить музыку. Даже если они слушают что-нибудь типа «Гоп, стоп, ты подошла». И у них своя, короче, получается, играет пластинка. Пластинка, но почему-то... Дима, так охарактеризовал, по-моему, весь российский сейчас шансон. Короткая фраза. Ну, господин Розенбаума, я думаю, многие поняли, что я намекаю о нем. А у нас, кстати, есть один вот водитель, который любит его. И мне очень нравится, когда он включает его песни, потому что там есть позитивные, особенно «Ау-ау-ау». «Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Почему у меня ляпиз трубится? У меня тоже ссырытая с ляпизом, я тебя все равно найду. Далее немножечко отказываешься ты. Ну, это не будем. Оплачивать платную дорогу у нас вроде и нету. Я таких не встречал. Вот. Возмущаешься ли ты, что у водителя нет детского кресла? У меня нет детей пока. Прости, меня не возмущаетесь. Поэтому вопрос, в принципе, не возникал. Поэтому плюсик тебе. А чужих детей я не перевожу. Никуда я не ввожу. А вот любишь ли ты поболтать с водителем? Нет. Я люблю ехать в тишине, потому что я в это время, ну, мне кажется, нужно расслабиться. И расслабиться самый оптимальный способ, если ты не за рулем, это дорога. Хотя за рулем тоже, между прочим, но тут нужно быть внимательнее, не в черте города. И именно поэтому я люблю, когда все молчат вокруг. А меня удивило, почему-то вот по статистике водители любят чаще, чтобы с ними расспросили, поговорили об их жизни. А вообще один таксистом почему-то начал рассказывать о вырубке леса в России и о китайском захвате. Ты знаешь, что категория таксистов, когда ты приезжаешь, вот допустим, и он рассказывает, да я здесь, сейчас я, у меня здесь, мы приезжаем, мой этот особняк и мой этот особняк. Да я просто по кайфу работаю. Ну и тачку взял вот такую вот сегодня стрёмную, чтобы вы не смущались на моем BMW каталку. Очень скромно. Ну и самый последний момент, наверное, спрошу тебя, вот доводилось ли тебе оставлять им чаевые? Ну, всегда так делаю. Ну, думаю, таким образом, даже если были какие-то нюансы, хорошие чаевые могут исправить ваш любой нюанс. Или, допустим, если ему что-то не понравилось, или даже если водителю пришлось подождать вас. Ну, а вот я надеюсь, и следующая рубрика вас точно порадует. И как раз-таки вы будете в расположении духа, если понадобится садиться в такси. И, конечно же, порадуйте хорошими чаевыми своего водителя. Поэтому заряжайтесь позитивной энергией, благодаря следующей нашей рубрике хэштег. Привет! С вами снова Настя, предлагая отлично провести время вместе. Женщина, недавно ответившая согласием на предложение руки и сердца, конечно же, захотела похвастаться своим обручальным кольцом. Увы и ах, само украшение привлекло внимание пользователя сети только потому, что оно, похоже, маловато будущей невесте. Впрочем, главной темой обсуждения стало даже не это. И скоро о драгоценном кольце все благополучно забыли, посчитав, что ногти счастливой невесты куда интереснее. Люди набросились на женщину с упреками, заявив, что даже если у нее нет денег или времени на маникюр, она могла хотя бы почистить их. Остается надеяться, что до свадьбы героини еще много времени, и она успеет привести руки в порядок. Руки мыть, руки мыть, нужно каждый день. 78 дней в бочке на столбе. Отваге и выносливости Вернана Крюгера можно только позавидовать. Но это не точно. Мужчина поднялся на 25-метровый столб, забрался в бочку на вершине и просидел там 78 дней. Что, конечно же, не осталось без внимания представителей книги рекордов Гиннеса. Интересен тот факт, что Вернан побил свой собственный рекорд, установленный еще в 1997 году. Тогда он провел в бочке 67 дней. Мужчина рассказал, что на сей раз это было его последнее достижение, и больше на столб он не полезет. Причем он нарочно пересидел там на целых 11 дней дольше, чем в прошлый раз. Ведь так следующему смельчаку будет куда сложнее его переплюнуть. Вызов это или нет? Когда мы выходим в город, двоечники разбегаются. А отличники, их мы обязательно найдем. Где находятся предплечья? Покажешь? Предплечья. Какое предплечье? Дешевый метод, как у меня. Ну и у вас, у меня. Ну вот тут, наверное. Саша, вытяни руку. Предплечья. Предплечья, по-моему, находятся у нас вот здесь, так как я объясняю детям и говорю всегда, что вот у нас запястье, кисть, предплечье, да, вот в этой области получается. Вот локтевой у нас сустав, вот предплечье здесь. А плечевая кость? Между головой и плечом. Это где? Можете показать? Между шеей и плечом. Вот здесь? Вы знаете, где у вас шея? Спасибо. Серьезно, что? Плечевая кость, предплечье. По-моему, так. А вот это что? Вот это? Вот это у нас локтевой сустав, локоть или это предплечье. Вы меня сейчас на самом деле вели в заблуждение, а я молодец вы. Что общего между Пушкиным и Бананом? Ну, Пушкин, это же поэт, вы что? И что общего? Тут даже сравнять, сравнивать не надо, что общего. Это великий поэт, это Россия, это Русь прославляла. Банан это что? Банан это банан. Не знаю. Но мы все равно найдем того, кто знает отличия между Пушкиным и Бананом. Что общего между Пушкиным и Бананом? Что такое Пушкин и Банан? Поэт знаменитый, классик. Ну, Пушкин писатель. А банан? Фрукт. Между Пушкиным и Бананом? Даже не знаю. Ну, Пушкин, он же откуда, из Африки. А, из Африки? Ну, он же черненький был, он как обезьянка, ну, значит... Он же африканец, а банан в Африке разду, значит, вот у них вообще с бананом. Перечислите, пожалуйста, падежи. Падежи? Ну, их много. Именительный. Родительный. Творительный. Винительный. Дательный. Предложный. Падежи. Именительный. Родительный. Винительный. Дательный. Творительный. Предложный. Шесть. Правильно, Саша? Голодный верблюд довел пассажира машины до истерики. Мужчина слишком близко познакомившийся с верблюдом не только не обрадовался этому факту, но и впал в самую настоящую истерику. Стоит отметить, что животное жаждало от своего нового друга не столько любви и внимания, сколько угощения. Сунув голову в машину, голодный верблюд принялся активно выпрашивать что-нибудь вкусненькое. Но пассажир, видимо, не слишком симпатизирует животным. Он стал отбиваться, при этом издавая отчаянные вопли. Неудивительно, что многие зрители посчитали видеоролик уморительным, несмотря на все страдания главного героя. А на этом у меня все, и помните, что когда ваши дела идут плохо, просто не ходите с ними. Слушай, ну вот этот мальчик, который шоколадковый, это просто он сделал мой день на сегодня, это мой кумир. Ты понимаешь, что, мне кажется, ну я не знаю как каждая, но многие девушки так делают по вечерам. Да, мне кажется, не только девушки, представляешь, там суп закончился. Это знаешь, я такая, встаю на весы, смотрю на них, говорю супругу, пожалуйста, Саша, контролируй, чтобы я не ела, когда прихожу с работы, после шести, ну потому что ты весь такой, ну помоги мне, пожалуйста, умоляю. И потом просто проходит два часа, и вот такие глаза, в смысле мне не знаю. Начинается как бы, да. Можно мне рыбку, пожалуйста, тогда хотя бы? Твой Саша, наверное, наимудрейший, потому что это просто какой-то капкан обстоятельства. Он говорит, конечно, дорогая. А потом, получается, что это вот, да, почему ты меня не остановил вчера? Было бы все хорошо. Интересно, как в фаторе обстоят дела? Вот если сменить климат, есть будет хотеться меньше? Ну я надеюсь, да. Но знаешь, ведь не просто говорят, что весна – это время пикников, но здесь важно соблюдать правила безопасности. Об этом мы и поговорим с Антониной Бугреевой. Она на прямой связи со студией. Тоня, доброе утро. О чем нужно помнить, разводя костер в лесу? Тоня. Тоня. Доброе утро, коллеги. О мерах предосторожности к предстоящему сезону пикников мы сегодня обсудим в нашей студии. У нас гость Сергей Ботвин, главный лесничий Евпаторийского отдела, территориального отдела Евпаторийского лесничества. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Скажите, когда начинается у лесничества Евпаторийского пожароопасный сезон и сколько он длится по времени? Ну, обычно у нас пожароопасный период начинался с 1 марта и длился в среднем до 1 ноября. Но так как вот в том году была очень сухая осень и было очень мало осадков, у нас в ноябре месяце в Симферопольском лесничестве был очень сильный пожар. Загорело более 50 гектар леса. Поэтому в этом году у нас самый длительный пожароопасный период. Он начался в этом году 1 февраля и продлится до 1 декабря. Он введен приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Крым министром Нораловым Геннадьим Павловичем. Ну, получается, вы почти круглый год... Ну, 10 месяцев в году у нас... В этом году 10 месяцев будет длиться пожароопасный период. Будем мы 10 месяцев проводить противопожарный мониторинг, создавать и обновлять противопожарные миниоризованные полосы, проводить противопожарную агитацию, лекции, беседы с местным населением, о мерах предосторожности при обращении с огнем в лесу, перекрывать дороги, ставить шлагбаумы, делать, так сказать, препятствия. Особенно сильно будем готовиться к особому противопожарному режиму. Он у нас выходит также приказом министра экологии и природных ресурсов. Вот особенно, когда летом выходит особый противопожарный режим, там он гласит как ограничение пребывания граждан в лесах и запрете въезда в них автотранспортных средств. Разрешен проезд и проход только по дорогам общего пользования. Отдых и въезд автотранспортом на территорию лесного фонда категорически запрещен. И карается наказанием по статье 8.32.6.3 Административного кодекса Российской Федерации нарушение правил пожарной безопасности в момент действия особого противопожарного режима. Штраф там от 3 до 5 тысяч рублей. Ну скоро майские праздники и хочется отметить, что территория вашего евпаторийского лесничества, она не ограничивается городом Евпатория. Люди, которые выходят на пикник, вот чем бы хотелось предостеречь, может быть, не разжигать такие вот большие сильные костры? Ну, во-первых, не разжигать больших сильных костров. Если это не особый противопожарный режим, разжигать костер можно, но по законодательству он должен быть окаймлен, окопан противопожарной минерализованной полосой шириной 0,5 метров, 50 сантиметров. Если этого сделано не будет, также идет наказание по статье 8.32.1. Нарушение правил пожарной безопасности. На первый раз там идет предупреждение, на второй раз полторы тысячи рублей штрафа. Также хотелось бы призвать жителей нашего полуострова, что когда вы выходите в лес, это не оставлять после себя мусора, так как мусор является пожароопасным материалом, так как у нас особенно вот степной Крым, сильные ветра, очень сильные. Летом, когда, ну вот, бывает, что дождливая весна, вырастает большая трава, летом она высыхает. Потом начинаются сильные ветры, огонь очень быстро распространяется, то, что создавалось десятками лет, в которые влаживалось миллионы рублей, может погибнуть за 20-30 минут. И потом снова понадобятся десятки лет для его восстановления. Ну а кто в ответе за мусор, кто его будет убирать? Вот в этом направлении как-то работает Евпаторийское лесничество? Ну, в этом направлении мы работаем. Есть такая бессрочная акция «Сделаем Крым чистым». Мы призываем, вот, в основном, это жители дачных кооперативов, жителей города Евпаторий, сел, выйти на акцию, собрать мусор. Договариваемся с главами сельских поселений, администрация, предоставление техники по вывозу данного мусора. Ну и стараемся поддерживать лес в чистоте. Ну это совместная работа получается. Совместная работа с гражданами, потому что без них никак не справиться. Спасибо большое, Сергей, что пришли этим утром к нам в студию. Коллеги, ну, а я передаю вам слово и будем соблюдать чистоту в наших лесах. Спасибо большое, Тоня. Желаем вам хорошего настроения и добрых вестей. Напоминаем, что на связи была с нами Антонина Бугреева. Вот такая вот замечательная у нас ведущая. А мы вот просто увлеклись и думали бы, еще бы, как можно провести отдых наш. И напоминаю, ну, не только наш. Сами понимаете, весна, время свиданий, романтичных и глупых мыслей. Ну вот, если вы хотите повести время с пользой, да и еще и немножечко насладиться искусством. В общем, так вам Дима намекает, что если вы хотите пригласить даму сердца, либо кавалера на свидание, то почему бы не сходить в филармонию? А мы, в свою очередь, уже готовы разыграть билеты на концерт свидания с весной. Для этого вам нужно просто ответить на вопрос. Он несложный. Скажите, пожалуйста, вот неизвестно, что в древности не было понятия актрисой. Но женские-то роли все равно были, кто их исполнял. Позвоните, пожалуйста, нам по номеру телефона. Плюс 7978-40590. А мы, в свою очередь, с удовольствием вам вручим билеты в филармонию. Вот такая вот позитивная новость. А мы готовы поделиться с вами следующим нашим видеороликом. Нет сомнений, что он вас впечатлит. Потому что тревейк-скусство набирает популярность. И здесь, конечно же, эффект просто неотразит. Слушайте, смотрите, такой грузовик. Вроде и труба на месте, и огонь, и все ровно. Но вы понимаете, что он никогда никуда не доедет? А все потому, что не шофер ушел на обед, а потому, что это не настоящий грузовик. Это все картинка, как вы уже сейчас можете видеть на экранах, что это просто нарисовано. Но настолько реалистично, что казалось бы, что вот-вот зайдет водитель, сядет в кабину и просто как помчится. Нажмет на педаль газа и полетит вперед. Ну да, вот просто нужен был металлический старый каркас и бетонная плита. И изделие просто превратилось вообще во что-то очень похоже на настоящий грузовик. Но знаешь, таким, допустим, сюрпризом, даже если так разрешишься, уешь там, подпишешь сердечки и так далее, ты девушку не впечатлишь. Ну, свою половинку. А вот впечатлить ее можно только благодаря хорошему букету. Ну, букет выбрать, на самом деле, букет, вроде, казалось бы, дело нехитрое, выбрать несложно, но всем девочкам нравятся разные цветы. Вот, а мы сейчас вам покажем следующий материал, как хорошо это сделать, компоновать, ну, или как найти достойного специалиста. Творчество в объеме – это возможно благодаря скульптурной живописи. Новое направление в искусстве, которое берет начало от барельефов, появилось в России и распространяется по миру. Работы могут быть в виде панно или украшать элементы интерьера, рамки, часы, зеркала. Выглядит впечатляюще, а научиться может любой, даже без художественного опыта. Главное – желание. А поможет нам уже специалист в этом деле. Юлия, но эти цветы, они с виду такие довольно хрупкие и даже вкусные, потому что они похожи на масляные украшения для торта. Но я вот так чувствую, что они такие довольно прочные. Расскажите, вот в чем секрет? Они сделаны из строительного материала, декоративной штукатурки. Как вы думаете, у нас получится с вами такое сделать? Обязательно. Давайте попробуем. Для лепки нужен мастихин – инструмент для живописи. Им набирают материал и придают ему форму. Мы создаем маки. Мы с горки набираем декоративную штукатурку, делаем основу и из нее уже получится лепесточек для цветочка. Итак, один за другим. Строгих правил нет. Располагать лепестки можно на свое усмотрение. Попробуем и сами. Вот, я думаю, этого листочка будет достаточно, чтобы его положить потихонечку. Это очень молодо. У нас получилось? Ну, у нас получилось. Не очень хорошо, да? Да, не идеально. Ну, для первого раза это нормально. Просто нужно набить руку. Вот так, да? Еще, еще. Вот так, да? Вот так. У вас все получится? Правильно? Да. Отсюда, вот сюда. Вот так, ближе. Теперь лучше буквально полчаса, и мы завершаем панно. Ой. Ну все, вот такой последний штрих. И все готово. Результат превзошел ожидания, а процесс затянул с головой. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня. Итак, к нашей компании уже присоединились два гостя. Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Крыма, и Анна Рубель, председатель комитета Государственного Совета Крыма по вопросам здравоохранения. Конечно же, мы будем говорить, мне кажется, максимально актуальная тема, это поправки Конституции, и вот как они затрагивают сейчас тему здравоохранения. Приветствую вас. Ну, я, насколько знаю, может быть, вы меня поправите, что там не так много именно поправок в сфере здравоохранения, или я ошибаюсь? Ну, общее число поправок, которые сегодня обсуждаются, их более 500. Да, поправки. А поправки, которые касаются вопросов здравоохранения, и которые сейчас уже были рассмотрены и предварительно поддерживаны рабочей группой, там их около, ну, до 10. Потому как сфера здравоохранения в основном регулируется федеральными законами, а в Конституции все-таки отражены вот такие незыблемые столпы, что медицинская помощь, она доступна для всех граждан Российской Федерации, там, и так далее. То есть, мне кажется, что Конституции на сегодняшний день достаточно отражено, но предложения, которые были внесены Леонидом Рашалем, и сегодня, которые обсуждаются рабочей группой, они тоже имеют место быть. Ну, какие прогнозы вообще? Что изменится, если эти поправки будут приняты? Ну, в принципе, мы рассчитываем, как и Национальная медицинская палата, поддерживаем их полностью предложение. Первая, это, конечно, 72-я статья Конституции, которая должна расширить вообще понятие само здравоохранения, расширить описание самого здравоохранения в Конституции, потому что мы сейчас имеем только 41-ю статью, которая гарантирует каждому гражданину Российской Федерации право на медпомощь. Медпомощь. Мы имеем даже законодательное понятие о, скажем, ответственности гражданина за свое здоровье, о профилактике в медицине. Самое главное – профилактика, потому что мы чаще занимаемся уже лечением заболевания, а дешевле для бюджета и для каждого гражданина проще, когда он не лечит заболевание, а когда он его предупреждает. Поэтому профилактика – это тоже одна из главных черт, которые надо будет отразить в новом законе. И, конечно же, это также статья о местном самоуправлении 131-132 – это расширение полномочий органов местного самоуправления в части здравоохранения. Потому что, к сожалению, у нас именно местное самоуправление, оно во многих субъектах Российской Федерации просто лишено, скажем так, ответственности за здравоохранение. И здесь возникает очень много проблем. Проблемы возникают организационного характера. То есть проблемы в том, что, допустим, территория больницы что-то где-то сломалось, на территории больницы та же дорога, надо отремонтировать ту же дорогу, подъездные пути, опять же таки, это все полномочия муниципалитета. Не всегда это можно сделать, если не иметь полномочий в сфере здравоохранения. То есть возникают технические сложности. Это бюрократия, да, в первую очередь? Ну, это не то чтобы бюрократия, это, скажем, технические сложности в взаимоотношении федеральных органов, либо региональных субъектовых органов и местного самоуправления. То есть, и в то же время многие граждане, да, имея какие-то свои определенные проблемы по здравоохранению, проживая в том или ином населенном пункте, часто идут, обращаются именно в местные органы самоуправления. Не в Минздрав Республики Крым, если брать республику, да, не в Минздрав Российской Федерации. Чаще всего просто в местное самоуправление. Говорят, помогите. А если, да, а если органы местного самоуправления не имеют полномочий в сфере здравоохранения, соответственно, они передают это нам, и сам процесс затягивается. Конечно же, если мы расширим полномочия органов местного самоуправления в части именно организации здравоохранения, мы увеличим доступность медпомощи для каждого жителя, даже самых отдаленных сел. Уменьшим вот эти вот бюрократические все проволочки, и сможем, скажем так, любой даже местный депутат местного небольшого уровня сможет участвовать непосредственно в здоровье граждан, в организации их медицинской помощи. Ну, важный момент, что если сегодня мы говорим о передаче полномочий, то мы должны передавать и финансовые средства. Потому как сегодня уже в 131-м федеральном законе закреплено положение о том, что местные органы самоуправления должны создавать условия для получения медицинской помощи гражданами, которые проживают на территории этого муниципального образования. То есть, проще говоря, например, администрация Бахчисарайского района должна создавать условия для того, чтобы ее жители могли получить помощь в медицинском учреждении, например, Бахчисарайской районной больнице. То есть, на сегодняшний день эти полномочия есть. Но, как показывает практика, когда местные органы самоуправления должны решить какой-то вопрос, возникают споры, и иногда там даже выходят споры на уровень Совета министров для того, чтобы решить элементарный какой-то вопрос. Это споры по незнанию или потому что проще переложить зону ответственности? Ну, прямого полномочия у местных органов самоуправления нет. То есть, обеспечивать условия – это такое понятие, которое, с одной стороны, широкое и неконкретное. Поэтому подъездные пути, которые говорил Николай Николаевич, должны делать, например, асфальтное покрытие на территории районной больницы. Но, с одной стороны, нет, потому что районная больница находится в ведении Республики Крым. А с другой стороны, если земля принадлежит муниципальному образованию, тогда, наверное, да. И вот в этом вопросе, как говорил Николай Николаевич, есть несостыковки. Поэтому мое глубокое убеждение, что я уверена, что эта рабочая группа тоже берет во внимание, что если мы все-таки будем вменять местным органам самоуправления такую прямую норму, то мы должны и обеспечить финансирование. Ну и еще одна очень тоже такая важная, на мой взгляд, инициатива, о которой говорил Леонид Михайлович, это то, что мы должны унифицировать подходы к организации всей структуры здравоохранения. То есть, это и министерства, и лечебные учреждения, как я поняла, должны все-таки иметь схожую структуру, ну, на территории всей страны. На сегодняшний день, к сожалению, на официальном портале Государственной Думы, где сегодня размещаются все проекты нормативно-правовых актов, уже есть законопроект, который касается непосредственно Конституции, но там на сегодняшний день можно ознакомиться уже, то есть, в подписанном, согласованном виде в первом чтении, только с теми поправками, о которых президент говорил еще в самом начале. Это изменение полномочий Государственной Думы, изменение полномочий Совета Федерации. То есть, то, о чем он говорил в своем послании, это уже нашло свое отражение, мы можем это почитать. Все остальные поправки, о которых мы сегодня говорим, и которые часто появляются в СМИ, их на сегодняшний день нет на бумаге. Поэтому в скором времени, я думаю, что они поступят в Государственную Думу, и мы уже сможем более предметно оценить эти изменения здесь, на уровне региона. Николай Анатольевич, вот в первую очередь для наших зрителей, можно сказать, как это в первую очередь отразится на гражданах. Допустим, вы сказали, что вот, допустим, необходимо проходить обследование, чтобы гражданин понимал, что это его будет, должна быть обязанность. Обязанность, то есть, подразумеваются какие-то, то есть, если он не прошел, там, утвердили и не прошел обследование, то к нему будут какие-то вопросы, или если он заболел, скажут, мы тебе не будем больничный выплачивать, потому что ты в свое время не обследовался, или вот что-то, или вы как-то... Ну да, Дима просит разъяснить просто, как вообще... Да, что это делалось? Ну, дело в том, что это, во-первых, должна быть ответственность каждого человека за свое здоровье, потому что каждый гражданин должен понимать, что кроме него, никто за его здоровье не ответил. Я уточню. То есть, подразумевалось, что обязательно будет проходить обследование хотя бы раз в год, это будет что-то такое вот... Ну, если брать по принципу других вот развитых, даже стран брать, то если вы в какой-то из развитых стран не прошли обследование вовремя, определенный набор, то вы просто не сможете устроиться на нормальную работу. И, соответственно, здесь то же самое. Не секрет, что у нас во многих частных структурах сейчас профосмотры это тоже проф, но от слова профанация, понимаете? Просто вот пришли, сдали документы, забрали эти книжки либо там листы профосмотра и все. И на этом все обследования заканчиваются. Поэтому здесь в первую очередь гражданин должен подходить ответственно и проходить все обследования самостоятельно и качественно. От этого будет зависеть его жизнь, здоровье, ну и, соответственно, благополучие всего общества. Ну, это поможет в первую очередь выявить заболевание на корню, да? На ранних стадиях и помочь человеку вовремя вернуться в ряды, в строй, в рабочее состояние. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. А мы тем временем предлагаем вам перейти к нашей следующей рубрике. Пускай герою этого видео всего 8 лет, а вес чуть больше 30 килограммов, шутить с ним опасно. Думаете, что без своей палки за себя постоять не сможет? Не тут-то было. Аэрография, рисунки на кузовах автомобилей остались в далеком прошлом. Сегодня в тренде узоры на лошадях, тонкость и филигранность линий удивляют. Правда, куда больше пользователей всемирной паутины интересует то, как автор живых картин до этого додумался. Теперь, чтобы прокатиться на экскурсионном автобусе по Лондону, не нужно даже из дома выходить. Стать пассажиром десятиэтажного чуда техники можно просто выйдя со своего балкона. Интересно, сколько под капотом лошадиных сил? Эти парни всегда мечтали заниматься любимым делом в перерывах на работе. Вот только возможности хранить в супермаркете фортепиано и контрабас не было. Друзья не растерялись и принялись музыцировать при помощи первого, что попадется под руку. Учитывая то, что они кассиры, такой исход был предсказуем. Нет, этот парень не голоден, пытаясь понять, зачем он засунул в рот. Лист бумаги можно потратить уйму времени, а догадаться так и не выйдет. Как оказалось, таким способом молодой человек делает оригами. Полет на параплане далеко не самое обычное занятие, запомнится такое надолго. А герои этого видео и того больше вряд ли смогут забыть. Наверняка немногим удавалось примкнуть к утиной стаи, погладить птиц во время головокружительного полета. Ну а моему соведущему не хватило эфирного времени пообщаться с нашими гостями, поэтому он сейчас готовит уже прямо сейчас для вас репортаж и следующий сюжет. И поэтому сейчас он буквально запишет небольшой комментарий и снова к нам вернется. Но, а я тем временем уже готова пообщаться с... у нас есть звонок в студию и с дозвонившимся нам сегодня. Доброе утро. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете ответ на вопрос? Я сейчас его еще раз озвучу. В древности не было понятия актрис, но тем не менее были женские роли. Кто их выполнял? Исполнял точнее. Роли исполняли мужчины. Ну и вы абсолютно правы. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как зовут сегодня нашу победительницу? Людмила, меня зовут. Я из Семкирофоля. Людмила, здравствуйте. Доброе утро. Я хочу, чтобы вы пришли сегодня к нам на улицу Студенческая, 14, а мы с удовольствием вам вручим билет, который вы честно выиграли. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас, что дозвонились, и мы надеемся, что вы приятно проведете сегодняшний вечер. Это, кстати, пригласительный билет на четвертый ряд и сразу на две персоны, поэтому вы можете продумать или подружку, или супруга, или, может быть, и кого-то из детей пригласить вместе с собой посетить концерт. Но тем временем я уже хочу вам показать такие новости. Ну, а что говорить? Давайте посмотрим. Дело в том, что сейчас на всех интернет-ресурсах, во всех социальных сетях обсуждают тех ребят, ту команду, которая представит Россию на Евровидении. Дело в том, что на Евровидении 2020 выступит команда Little Big, и мы вам обещаем, вы будете удивлены. Вот с таким лозунгом заявились ребята на это шоу. В принципе, шоу уже не столько музыкальное, сколько, наверное, это эффектное, именно постановочное, поэтому ребята готовят что-то совершенно особенное. Они говорят, что их песня будет невероятно веселой, и попросили ни в коем случае не беспокоиться за хореографию. Но на самом деле дело в том, что песня, с которой выступят музыканты, ее объявят уже в ближайшее время, и срок окончания подачи заявок, он 9 марта. Поэтому полуфиналы Евровидения, напомню, что пройдут в Роттердаме 12-14 мая, финал пройдет 16 числа. Но тем временем у нас уже на связи есть наш мобильный корреспондент, и мы готовы с ним пообщаться как раз таки и узнаем, как сейчас, спустя час, изменилась погода в Симферополе. Алло! Доброе утро, Саша и Дима! Вы наверняка видите, как я жмурюсь от теплого весеннего солнышка. Погода сегодня просто потрясающая. Я надела легкое пальто и вышла с утра из дома в таком потрясающем уже сразу же настроении, потому что на улице действительно очень по-весеннему тепло. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, и тепло будет в течение всей недели. Это, конечно, просто очень крутая новость, поэтому хватайте кофе обязательно с собой в дорогу и наслаждайтесь просто этими весенними лучками солнца, потому что на самом деле после наших холодов, после ветра, после дождя очень-очень приятно ощущать все, когда тепло и солнышко и даже ничего страшного, что жмуримся, просто захватите с собой очки, это тоже не помешает. Вот видите, даже некоторые жители Симферополя прям в шортах и вообще легких рубашках, поэтому на улице действительно очень тепло. Начало все расцветать, распускаться. Кстати, уже как раз таки время готовиться к 8 марта. Мужчины, мотайте на ус, потому что вас с женщиной поздравили, а теперь ваша очередь пришла. Недаром, да, говорят, что 8 марта это такая месть небольшая для тех, кому неудачные подарки на 23 февраля подарили. Ну, конечно, хочется надеяться, что вас всех на самом деле порадовали и вы тоже порадуете своих любимых женщин. Ну, есть еще и не очень приятные новости из-за вот этой вот аномальной нашей теплой весны и жары на улице. Начали просыпаться на полтора месяца раньше насекомые. Поэтому вот сейчас у нас, возможно, будет небольшая эпидемия клещей, которые будут намного дольше где-то ползать по траве. Обычно это 6 месяцев примерно, а возможно, что продлится этот вот период их такой активности до 8 месяцев. Поэтому будьте осторожны, выезжая на природу. Берите с собой какие-нибудь средства защиты от насекомых. И все будет здорово. Я вам желаю бодрого, доброго утра. Поеду дальше. Скоро тоже вас буду снова радовать новостями. Коллеги, вам слово. Ну, я сразу готова вас уже немножко успокоить. Никакой эпидемии клещей не будет. Просто их популяция немножко увеличится в связи с тем, что была очень теплая зима. И, конечно же, мы видим, что сейчас теплая весна. Но, тем не менее, к похолоданию стоит быть готовым. Это будет конец этой недели, начало следующей. Это будет все равно температура с отметкой плюс. Но, тем не менее, не так тепло, как, допустим, сегодня не плюс 20. Допустим, до плюс 5. Это то, что я посмотрела заранее прогноз погоды. Но, тем не менее. Вот сейчас мы вне зависимости от погоды работаем в этой уютной, крутой студии, в которой очень комфортно. Заходишь, и душа радуется. А за это мы отдельно хотим поблагодарить ООО «Форманта», который входит в «Гринвудгрупп». Спасибо вам. Это очень кайфово по утрам. Вот так вот. Представляешь, Саша, я только что, у меня была возможность пообщаться с заместителем министра здравоохранения, в общем, Николая Николаевича, у которого был у нас в гостях. И за кадром, да? И за кадром, да. Вот сегодня предстоит снимать сюжет о том, что у нас в Крыму учреждения здравоохранения на некоторых больницах, на их территориях появятся площадки для вертолетов. И таким образом будет, получается, у нас такая вот авиация. И может становиться, да, усовершенствована. И таким образом люди, которые требуют скорейшей помощи скорой, они будут ее получать еще быстрее. Так что, когда этот процесс абсолютно будет налажен, когда все будет построено, вот сегодня к вечернему, может, эфируму мы постараемся узнать. И, конечно же, вам сказать. Так что смотрите «Крым-24», первый крымский. Не переключайтесь. Так, во-первых, вы будете знать всю оперативную обстановку, и эта информация действительно полезная. Но тем временем мы уже готовы показать вам новый ролик. Дело в том, что всех пропустил, он называется, а в своей очереди не дождался. Сделал задуманное в 21 веке, и животные даже грамотные. Возможно, олени потому не находятся под угрозой вымирания, что проходят ко всему с присущей им предусмотрительностью и даже ответственностью даже к правилам дорожного движения. Говорят, что на этом переходе можно заставить и целые, застать целые оленьи семейства. Но дело в том, что они редко не передвигаются именно стаи, поэтому неудивительно. Интересно, почему именно здесь они так любят гулять. Может быть, рядом лес и просто... И, скорее всего, они чувствуют себя в безопасности. И знаешь, если бы я верил в теорию революции, я подумал, что как раз-таки, как минимум, планета не обезьян, а полена... Планета оленей вот уже у нас будет не за горами. Тем более, смотри, вначале и дорогу они переходят, и скоро еще и начнут всяким искусством интересоваться, науками. Вот скоро может в танцы себя посвятят. Представляешь, в танцующих оленей. Ну, это как станцуешь. А вообще, как можно станцевать, может рассказать вам Наталья Жадько. Давайте сейчас посмотрим ее сюжет об этом. В индийских фильмах пляшут все. От эстрадного Болливуда до классического нрита. А еще сакральные танцы. Именно им отдает предпочтение Мария Козлова. Я изучаю классический индийский танец. Это древний храмовый танец, сакральный танец, который передается от учителя к ученику строго по канонам. Здесь все продумано до мелочей. От костюма до смысла. В момент танца артист считается проводником божественной энергии. Царь и украшения защищают его от внешнего негатива. Движение выполняют обязательно босиком, чтобы прочувствовать силу земли. Позиция Романзи. Мы выносим ногу в правую сторону и открываем хасту. Возвращаемся. Взгляд не забываем, да? Ноги, руки, голова, все отдельно, координация научена. Но не беда. Я думаю, если тысячу раз повторю, что-то обязательно получится. Но это не точно. В таких танцах важна не только физическая подготовка, но и знание языка жестов. А еще нужно владеть навыками актерского мастерства, чтобы правильно передать эмоции. Индийский танец — это не просто набор хаотичных движений. В каждом элементе зашифровано целое сообщение. Например, сейчас я хочу сказать, что... Все просто. Я тебя люблю. Если в стране зиты и гиты так повествуют о чьей-то судьбе, то в краях пустыни оазисов исполняют танец живота. Одни из самых популярных стилей — арабский и турецкий. Первый — сдержанный, а второй — фольклорный. В обоих работают все группы мышц. А значит, это отличный способ поддерживать себя в форме. Отличие от других танцев, естественно, в наборе элементов, то есть стилистике самого танца, и в настроении, которое транслирует этот танец. Естественно, в первую очередь, настроение нам сообщает музыка, о чем песня, и это уже обыгрывает танцовщица. Один из плюсов — этот вид танца может освоить каждая девушка. Главное — желание и немного практики. Наталья Жадько, Олимин Велиев, «Утро нового дня». Ну, желание и немного практики, в принципе, это залог успеха в любом начинании. Абсолютно точно. В начинании наших коллег уже из студийной редакции «Скрым-24» мы готовы обсудить с ними прямо сейчас. Анечка, доброе утро. Саша, Дима, доброе утро. Доброе, доброе. Как мы сегодня все в синем перекликаемся, как будто прям вместе из одной квартиры, да, выходили на работу. Ну да, почти так и есть. Редакция как дом. Верно, Анечка, расскажи, пожалуйста, о каких новостях ты будешь нам рассказывать сегодня? Мы, как всегда, готовы рассказывать вам, что происходит на полуострове. Сегодня состоится итоговое заседание коллеги Министерства культуры. В САКах будут выбирать нового главу администрации. Еще вы узнаете, в каком районе Судака появился природный газ. Все это и многое другое смотрите в наших выпусках новостей. Не переключайтесь, а вам желаю замечательного настроения. Коллеги. И тебе тоже, Анют. И мы тебе в этом поможем. Главное, не переключайся. Конечно же, тем более компания у нас потрясающая. Вот мы сейчас с Сашулей скоро дождемся небольшого перерыва. Насладимся этими моментами. Может, успеем выпить кофе, как наши дорогие телезрители. И таки сказать, да-да, мы готовы заряжать еще новый чал, чтобы быть вместе с вами. Поэтому мы ненадолго отлучимся. Но, конечно же, вернемся через пару минут. Все, до встречи. Доброе-доброе утро. А нас в часах уже 9-12, и мы с вами уже второй час. Готовы провести его вместе. Вот вы у кранах, мы здесь, но мы вседружная семья. Ну, Дима Попов, Александр Карнович. Доброе утро еще раз. Это программа «Утроного дня», которая выходит в прямом эфире на телеканалах «Первый Крымский Крым 24» с 8 до 10. Поэтому мы уже не первый час рассказываем вам интересные новости и продолжим это делать. Ну, а что конкретно, можете узнать из нашего анонса. Индийские мотивы и зажигательный бели-данс. Наши журналисты узнали, как танцуют в жарких странах. Творчество в полном объеме. Скульптурная живопись. Новое направление в искусстве. Вековая история. Какие секреты скрывают улицы Старой Ялты. Медицинская помощь. Какие поправки предложили внести в Конституцию в сфере здравоохранения, расскажет гость в студии. Прямые включения из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Самые актуальные новости полуострова глазами корреспондентов телеканалов «Крым-24» и «Первый Крымский». Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Я предлагаю немножко, сейчас утро, начать с геройских новостей. И из добрых, самое главное. Давай. Минутка доброты. Представляете, в Москве, значит, пожарные, когда спасали одну из захозяек горящего дома, зашли в квартиру и увидели там, конечно же, не только пожар, который начали тушить, но и хорьков. Они не растерялись и думали, что придется половить, потому что это такие довольно дикие животные. Но вот они словно почувствовали, что пришли их спасители и, в общем, прибежали к ним и начали, в общем, да. И как рассказывает Михаил Солдатов, это начальник караула 52-й пожарно-спасательной части, он говорит, что хорьки абсолютно спокойно пошли спасателям на руки. И такое ощущение было, что они вообще абсолютно уверенно были в том, что их спасут и ждали этого. В такие моменты я вот очередной раз убеждаюсь, что животные действительно могут чувствовать сердце человека. И после того уже, как все завершилось и пожар был потушен, никто не пострадал. И доблестные пожарные налили водицы в емкости и, конечно же, угостили малышей, которые с удовольствием компенсировали влагу в своем организме. Ну, слушайте, есть еще одна новость. У нас не так давно запустилась одна очень клевая рубрика. И мы хотим, чтобы вы с ней ознакомились прямо сейчас. Ее делают три молодых, озорных, юных и амбициозных человека. И я предлагаю, ну что говорить, давайте посмотрим. Привет, с вами снова Настя. Женщина, недавно ответившая согласием на предложение руки и сердца, конечно же, захотела похвастаться своим обручальным кольцом. Увы и ах, само украшение привлекло внимание пользователей сети только потому, что оно, похоже, маловато будущей невесте. Впрочем, главной темой обсуждения стало даже не это. И скоро о драгоценном кольце все благополучно забыли, посчитав, что ногти счастливой невесты куда интересней. Люди набросились на женщину с упреками, заявив, что даже если у нее нет денег или времени на маникюр, она могла хотя бы почистить их. Остается надеяться, что до свадьбы героине еще много времени, и она успеет привести руки в порядок. Руки мыть, руки мыть нужно каждый день. 78 дней в бочке на столбе. Отваге и выносливости верно на Крюгера можно только позавидовать. Но это не точно. Мужчина поднялся на 25-метровый столб, забрался в бочку на вершине и просидел там 78 дней. Что, конечно же, не осталось без внимания представителей книги рекордов Гиннеса. Интересен тот факт, что Вернан побил свой собственный рекорд, установленный еще в 1997 году. Тогда он провел в бочке 67 дней. Мужчина рассказал, что на сей раз это было его последнее достижение, и больше на столб он не полезет. Причем он нарочно пересидел там на целых 11 дней дольше, чем в прошлый раз. Ведь так следующему смельчаку будет куда сложнее его переплюнуть. Вызов это или нет? Когда мы выходим в город, двоечники разбегаются, а отличники, их мы обязательно найдем. Где находятся предплечья? Покажешь? Предплечья. Какое предплечье? Дешевые методы, как у меня. Ну и у вас, у меня. Ну вот тут, наверное. Саша, вытяни руку. Предплечья. Предплечья, по-моему, находятся у нас вот здесь, так как я объясняю детям и говорю всегда, что вот у нас запястье, кисть, предплечье, да, вот в этой области получается. Вот локтевой у нас сустав, вот предплечье здесь. А плечевая кость? Между головой и плечом. Это где? Можете показать? Между шеей и плечом. Вот здесь? Вы знаете, где у вас шея? Спасибо. Серьезно, что ли? Плечевая кость, предплечье. По-моему, так. А вот это что? Вот это? Вот это у нас локтевой сустав, локоть. Или это предплечье? Вы меня сейчас на самом деле вели в заблуждение. А я молодец вы. Что общего между Пушкиным и Бананом? Ну, Пушкин, это же поэт, вы что? И что общего? Тут даже сравнять, сравнивать не надо, что общего. Это великий поэт, это Россия, это Русь прославляла. Банан это что? Банан это банан. Не знаю. Но мы все равно найдем того, кто знает отличия между Пушкиным и Бананом. Что общего между Пушкиным и Бананом? Что такое Пушкин и Бананом? Поэт, знаменитый, классик. Пушкин писатель. А банан? Фрукт. Между Пушкиным и Бананом? Даже не знаю. Ну, Пушкин, он же откуда, из Африки. А, из Африки? Ну, он же черненький был, он как обезьянка, ну, значит... Он же африканец, а бананы в Африки раздут, значит... Вот у них общая с бананом. И Ольга Бузова, антилет. Перечислите, пожалуйста, падежи. Падежи? Ну, их много. Именительный. Родительный. Творительный. Винительный. Дательный. Предложный. Падежи. Именительный. Родительный. Винительный. Дательный. Творительный. Предложный. Шесть. Правильно, Саша? Голодный верблюд довел паша... Голодный верблюд довел пассажира машины до истерики. Мужчина, слишком близко познакомившийся с верблюдом, не только не обрадовался этому факту, но и впал в самую настоящую истерику. Стоит отметить, что животное жаждало от своего нового друга не столько любви и внимания, сколько угощения. Сунув голову в машину, голодный верблюд принялся активно выпрашивать что-нибудь вкусненькое. Но пассажир, видимо, не слишком симпатизирует животным. Он стал отбиваться, при этом издавая отчаянные вопли. Неудивительно, что многие зрители посчитали видеоролик уморительным, несмотря на все страдания главного героя. А на этом у меня все. И помните, что когда ваши дела идут плохо, просто не ходите с ними. Музяка балдежная просто на этой программе. Хэштег, мы только подстолцовывали. Самое время делать утреннюю зарядку и связываться с нашими родильщиками. Коллегами из родильной студии, доброе утро. Должны остановиться. С нашими коллегами из телевидения программа «Утро нового дня» нас ждет. Смотрите, доброе утро, друзья. Приветики. Доброе утро. Доброе утро, дорогие. Как у вас дела? У нас неплохо, мы, конечно, еще не подтанцовываем, как вы, но у нас, видите, большая компания здесь сегодня. У нас представители Министерства транспорта Республики Крым и компании «Крымавтотранс» обсуждаем важные вещи, связанные с международними перевозками. А ну-ка, поведайте, в чем же у вас там инфоповод. Что такое важное? Да, но информационный повод в том, что проведено очередное, как называется, рейдовое мероприятие, во время которого выявлено более 200 нарушений, которые связаны с остановкой автобусов в неположенных местах, подсадка пассажиров без билетников. Что с этим делать, как с этим бороться, и когда, наконец, на междугородние автобусные перевозки придут современные технологии оплаты с помощью электронных карт? Ну да, будем надеяться, что этот вопрос наладится, тем более, как мне кажется, сейчас вы скажете, вот, вот, Дима, нельзя говорить так, не в политику нашу сказал, а вот скажу, что, может, пока для кого-то это удобно, и пока не будет альтернативных способов. Что именно наличка? Нет, именно, чтобы подсаживаться. Наверное, люди не просто так подсаживаются, да? Ну, не знаю, вот я думаю, эксперты как раз-таки сейчас у коллега все вопросы и ответят. Спасибо вам, ребята. Да, и как раз-таки будет возможность у наших зрителей подключиться к радио Крым и услышать вот вопрос, точнее, ответ на наш вопрос. Спасибо, спасибо. Мы будем дальше танцевать, ребята. Спасибо. Мы продолжаем. Вопросы от слушателей, да? Да, как раз у слушателей. Вот действительно актуальный вопрос, тем более, длится он уже довольно долго. Нет, ну, ты знаешь, сейчас как раз-таки нет пиковой нагрузки транспортной, поэтому сейчас это просто, наверное, скорее всего, нежелание дойти до пункта продажи билетов. Вот летом, конечно, вопрос становится, уже раскрывается с нескольких других сторон, потому что появляется очередность, да? Ну, да, уже нет места, и по пути там встал, где-нибудь стоя проехал, заплатил полцены, дал деньги, получается, водителю, нарушил закон, так сказать, штрафы себе собрал и поехал. Ну, а знаете, как вы можете вообще точно, однозначно не нарушить закон? Вы можете просто провести время с пользой, да, свободной, допустим, сходить в кино, либо в театр. Ну, а как раз-таки спектакли, какие сейчас идут на крымских сценах, мы расскажем вам из нашей афиши. Азам Ессим-Тварь. Изящный, психологический и пластичный спектакль. Через тайны, мистификации и откровения он рассказывает о сути человеческого бытия. В этом спектакле нет четкой границы между сценой и зрительным залом. Актеры оказываются один на один со зрителем, который слышит их дыхание, вынимает каждому звуку и жесту. Хороший, плохой и жертва – это не характеристика личности, а имена главных героев. По сути, хороший ничем не отличается от плохого. Грехи плохого, транслируемой жертвой, помогают хорошему разобраться в своих и раскаяться. В большинстве случаев хороший, говоря о плохом, говорит о себе. Спектакль поднимает проблемы, знакомые каждому, держит напряжение с самого начала и до финальных строк. История мюзикла «Собор Парижской Богоматери» довольно близка к оригинальной сюжетной линии романа Гюго. Юная девушка-цыганка Эсмеральда своей красотой привлекает к себе внимание мужчин. Среди них архидиакон Фрола, молодой красавец, капитан королевских стрелков Феб и уродливый звонарь Квазимода. Эсмеральда влюбляется в Феба. Фрола терзается сомнениями, ведь он католический священник и не имеет права любить женщину. Квазимода восхищается юной цыганкой. Из-за ревности архидиакона цыганка оказывается в тюрьме. Ее обвиняют в убийстве Феба. Фрола дает девушке шанс освободиться, если она подарит ему миг блаженства. Но Эсмеральда отказывается. Ее спасают народ и Квазимода, однако ненадолго. Эта старинная романтическая история произошла в одном сказочном королевстве. Дочь короля, Ермилка, очень любила танцевать. К ней посватался злой колдун, но принцесса отказалась выходить за него замуж. С тех пор она не могла ходить, бегать и тем более танцевать, а только прыгала. На помощь прекрасной Ермилке отправляется благородный принц Ержи. Чем закончилась эта история, узнаете в спектакле «Прыгающая принцесса». «Мост над рекой» — это музыкальная лирическая история, которая повествует о жизни советского казачества в непростое время, о человеческих отношениях, в которых только сама любовь и расставляет все на свои места, помогая преодолеть невозможное. Этот масштабный мюзикл отвечает лучшим образцам советских литературного, музыкального и песенного искусства. Ну, я напоминаю, что сегодня среда, 4 марта, но если вы уже задумываете о том, как провести выходные и куда отправиться в пятницу, то мы предлагаем вам сделать небольшое путешествие на ЮБК, а конкретно в Ялту. Почему, расскажет Татьяна Балакина. От небольшого торгового городка Южной Тавриды до знаменитого крымского курорта «Два века». Гуляя по Ялте в наше время, сложно представить, что в 1838 году здесь была только одна улица, десяток домов и чуть больше ста жителей. Из многих тысяч людей, живших на этой земле, отпечаток в истории оставили единицы. Среди них и дворянский род Мордвиновых. Сначала граф Николай Семенович, затем его правнук Александр Александрович. Проверим, знают ли ялтинцы основателей города. Мордвинов не знаю. Ну, такое знакомое лицо. А не при царе он был. Мордвинов. Писатель. Мордвинов. Фамилия очень такая даже знакомая. А не помню. Тоже принимал участие в строительстве нашего города. Некоторые почти угадали, но не совсем. Активно развиваться и расцветать. Ялта начала в конце 19-го, начале 20-го века. Мы можем сказать, что в начале 19-го века Крым был местом, куда ссылали опальных дворян и поэтов. К концу 19-го века шикарнейший, роскошнейший курорт, который называли Российская Ривьера или Русская Ривьера. К созданию нового облика приложил руку и граф Александр Мордвинов. В 1906 году начали строить первые гостиницы, торговые и доходные дома, часть которых сохранилась. Архитектурный ансамбль этой площади создавался в 1954 году крымским архитектором Ираклием Татьевым. Он сумел гармонично вписать как новые постройки, администрацию, главпочтам, так и старые здания начала 20-го века. Знаменитый Ялтинский графский проезд. В наше время от былого графского проезда неизменным осталось только название. Доходный дом превратился в гостиницу, торговые ряды в современные магазины. Архитектурный комплекс, созданный в стиле неоренессанс по проекту Николая Краснова, пострадал во время гражданской войны и был перестроен. Тут же за углом арка, ведущая во внутренний двор графских имений. Здесь был обыкновенный хозяйственный двор, где разгружались телеги, разгружались товары. Все это разгружалось на склады, но даже внутренний дворик, посмотрите, сделан изящно, архитектурно оформлен и напоминает средневековые замки. Этот хозяйственный двор построили в 1908, но после гражданской войны частично реконструировали. Так у векового здания появились дополнительные жилые этажи. В шаговой доступности еще один памятник истории. В 2016-м его случайно нашли рабочие. Бульдозер провалился в яму, и так были обнаружены винные подвалы Мордвинова. Они находятся под нами. Прямо рядом протекает река Быстрая или Дерекойка, которая охлаждает эти подвалы, и температура в них 12-15 градусов. Винные погреба разграбили и разрушили в 1920-м, через 6 лет после переезда графа Мордвинова во Францию. А часть зданий, построенных сотню лет назад, до сих пор контрастирует с современными постройками. Татьяна Балыкина, Данил Захаров. Утро нового дня. А сейчас у нас минутка лайфхака. В общем, в Америке, в США, в Штатах есть такая тема. Часто бывает водитель оставляет свое авто, а в нем разные инструменты. Разумеется, воришек там хватает, и, в общем, одна автоледи придумала небольшой лайфхак о том, как их отпугать. Ранее вначале она ставила туда световую сигнализацию, она крутилась. Разумеется, это никого не пугало. Но потом она поступила, можно сказать, как этот мальчишка в один дом, и придумала более сложную систему. Датчик движения сработал на человека, и включился не только свет, но и включились напоры воды. Ну и, разумеется, он испугался, потому что набор был довольно сильный, и репутация преступника была подмоченная. Ну, а эту новость Дима прочитал вот только что в интернете. И, кстати, мы регулярно делаем подборку самых актуальных новостей из интернета для вас, чтобы вы не тратили свое личное время. Предлагаю сейчас ее и посмотреть. Пускай герою этого видео всего 8 лет, а вес чуть больше 30 килограммов, шутить с ним опасно. Думаете, что без своей палки за себя постоять не сможет? Не тут-то было. Аэрография, рисунки на кузовах автомобилей остались в далеком прошлом. Сегодня в тренде узоры на лошадях, тонкость и филигранность линий удивляют. Правда, куда больше пользователей всемирной паутины интересует то, как автор живых картин до этого додумался. Теперь, чтобы прокатиться на экскурсионном автобусе по Лондону, не нужно даже из дома выходить. Стать пассажиром десятиэтажного чуда техники можно просто выйдя со своего балкона. Интересно, сколько под капотом лошадиных сил? Эти парни всегда мечтали заниматься любимым делом в перерывах на работе. Вот только возможности хранить в супермаркете фортепиано и контрабас не было. Друзья не растерялись и принялись музыцировать при помощи первого, что попадется под руку. Учитывая то, что они кассиры, такой исход был предсказуем. Нет, этот парень не голоден, пытаясь понять, зачем он засунул в рот. Лист бумаги можно потратить уйму времени, а догадаться так и не выйдет. Как оказалось, таким способом молодой человек делает оригами. Полет на параплане далеко не самое обычное занятие, запомнится такое надолго. А герои этого видео и того больше вряд ли смогут забыть. Наверняка немногим удавалось примкнуть к утиной стае, погладить птиц во время головокружительного полета. А у нас позитивные новости, потому что наша компания пополнилась. К нам присоединилась Елена Кравчук, сотрудница ботанического сада. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, вот сейчас весна, все цветет, но сейчас еще можно садить какие-то цветы или нужно было действовать раньше? Нет, конечно, можно все садить. Сейчас самое время. Ну, сложно сказать, какая погода будет дальше, хоть и обещают, что зимы уже не будет, что уже весна-весна и потом сразу лето, как всегда. Ну, мы тоже знаем. Смотрим, да. В принципе, сейчас оптимальное время для посадок основной части культур. Единственное, конечно, учитывая теплые температуры днем, нужно обязательно обеспечить полив. Мы прекрасно знаем, что ботанический сад одно из излюбленных мест для прогулок парочек и наверняка скоро там уже будут новые растения, которые будут радовать глаз и мотивировать прийти туда вновь. Какой угол идти, чтобы любоваться? И что будет расти? Цветет уже сейчас достаточно много, поскольку всегда есть ранние весенние цветочные культуры. Сейчас цветут примулы, сейчас цветут подснежники, сейчас цветут некоторые кустарники, например, жасмин гулоцветковый, цветет калина боднантенская. Те, кто у нас часто бывают, они обычно знают все эти места. Но, конечно, массового цветения еще нет. Если такая погода будет держаться и дальше, то я думаю, что уже начало апреля это начнется пик цветения прежде всего лабиринта, то есть это коллекция древесно-кустарниковых разоцветных. Это где у нас лабиринт находится? Лабиринт это недалеко от входа, вы иридарий проходите, между большой цветочной поляной и иридарием. Расположен лабиринт, это на юге России единственный лабиринт из разоцветных сделанный. То есть всегда лабиринт делается из монокультуры, чаще всего хвойная, то есть выстригается лабиринт и все, у нас нестандартный лабиринт. Мы совмещали экспозиционный вариант лабиринта с коллекционным вариантом коллекции разоцветных. Это как мы зашли и сразу налево получается, да? Вы зашли, да, сразу же у вас будет иридарий налево, а потом чуть дальше вы увидите, там стеночка такая, да, прямо из кустарника. Вот, там будет цветение коллекции, как я сказала, древесно-кустарниковых разоцветных. Это сакуры, это персики раньше чуть-чуть будут. Ой, вангую вам, ребята, что скоро появятся фотокарточки во всех социальных сетях. На всех аватарках страны, да, особенно персики, потому что это, ну, действительно уникальное зрелище. Вот, допустим, наверняка сейчас наши фотографы, которые проводят фотосессии, инстаблогеры и так далее, внимательно нас слушают и думают, ну, когда же пойти туда будет максимально удачно, через неделю, через две и уже вот... Вот не могу сказать, все зависит от погодных условий. Все уже сейчас в почках. Вопрос в том, если продержится, вот, там, 20 градусов, то это, там, две недели. Если чуть-чуть упадет, как обещают, то тогда это где-то середина апреля. Ну, в любом случае у нас есть страничка ВКонтакте, где мы всегда выкладываем новости о том, что зацвело пора. Поэтому можно следить. А вот на этом аватарке, да. Можно следить, да, конечно. А из-за падения температуры рисков нет? Если не будет заморозков, ну, если цветки не распустятся, то есть если погода будет держаться более-менее стабильно, допустим, да, цветки не распустятся, то ничего не грозит. Если, как у нас часто бывает, потеплело, распустилось, после этого возвратные заморозки ночные, то тогда, конечно, может немножечко зацепить. Ну, это не критично для растений, но чуть декоративность снизится, конечно. А в прошлом году как было, помните? В прошлом году это было где-то ближе к концу апреля. Цветение было. Ну, все равно оно растянуто по времени. То есть сначала начинают там берсики, эспирии, что-то такое, потом начинается сакура. Это где-то чаще всего майские праздники. Если очень тепло, то чуть-чуть раньше. Ну, а затем уже конец апреля, это начало, и где-то до середины мая это цветение коллекции луковичных. Это тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Опять же, вы уже планируете высаживать, может быть? Вообще, вы закупаете цветы или в собственных питомниках? В основном свое. Закупаем мы мало. Все-таки ботанические сады больше работают на обмен. То есть с ботаническими садами других регионов обмениваемся. А с кем мы работаем? Да, много с кем, наверное, так. По России со Ставрополя много работаем. С Москвой много работаем. Нам очень много из Москвы привозят. С кем? Ну, а что мы в первую очередь отдаем на обмен? Чем мы богаты? Каждый ботанический сад просит то, что интересно им. Кому-то интереснее декоративные, то есть декоративные, я имею в виду цветочные декоративные. Кому-то интересны розы, допустим. Кому-то интересны травянистые какие-то культуры. Кому-то интересны природные виды. Те, у кого поддерживается коллекция, допустим, собирают коллекцию природных видов. Невозможно сказать, кому что. Кому-то деревья, кому-то кустарники, кому-то травы, кому-то однолетники. А мы что себе, вот из последнего, что-то вот новинки в этом году будут? В этом году, я думаю, нас порадует. Она не этого года. Уже второй год у нас будет посадки. У нас коллекция злаков из Ставропольского ботанического сада высажена. Но это же не пшеница, правильно? Нет, конечно. Это декоративные злаки. Они очень красивые. Очень сейчас на пике популярности в озеленении Москвы, допустим, высаживают. Я не видела никогда. Вы просто не обращали внимания. Конечно. Когда не знаешь, ты часто не обращаешь внимания. Кажется, ну что-то там травка и травка. Допустим, в Заряде. Там очень много злаков высаженных. Там каждая куртиночка высажена вручную. А вот допустим... Это в парке, который в московский, да? Да, в парк Заряде, да, в Москве. Зная такую вот вещь, что приходит человек, да, ему цветы понравились, ему захотелось у себя, допустим, вырастить. Есть ли какая-то возможность обратиться к сотрудникам сада? Главное, чтобы без лопаток приходили. Бывает и такое, да? Чтобы не уговоровали, да. Ну, допустим, есть ли какой-то способ, чтобы предотвратить такие ситуации, куда можно обращаться, чтобы... У нас есть питомник, который находится на территории ботанического сада. Есть расчетный счет, на который переводятся деньги. То есть оплачивается все через банкинг, в принципе, на месте. Всегда можно прийти, посмотреть, что есть, выбрать. С этим проблем нет. Но дело в том, что, помимо того, что вредят, когда с лопатами приходят, ну, дело в том, что и в силу природных каких-то обстоятельств это растение может не пережиться. И в итоге и там выкопали, и у себя... Конечно, да. А очень часто так бывает, потому что люди ведь не задумываются часто о том, что растение росло, допустим, 3 года, и при копке вот у нас как-то было, они порвали всю корневую систему. То есть, ну, вероятность того, что оно приживется немного. То есть, и нам сделали плохо, и, в общем, себе не слишком хорошо. Поэтому мы сейчас обращаемся к нашим драгоценным зрителям и просим, если вы хотите сделать подарок своей возлюбленной, не вырывайте цветы в ботаническом саду, и не надо их срезать. Просто обратитесь в специализированный магазин, и там вам точно... Или питомник, да. Или питомник, и профессионалы вам помогут. Об этом наш и следующий материал. Творчество в объеме – это возможно благодаря скульптурной живописи. Новое направление в искусстве, которое берет начало от барельефов, появилось в России и распространяется по миру. Работы могут быть в виде панно или украшать элементы интерьера, рамки, часы, зеркала. Выглядит впечатляюще, а научиться может любой, даже без художественного опыта, главное – желание. А поможет нам уже специалист в этом деле, Юлия. Но эти цветы, они с виду такие довольно хрупкие и даже вкусные, потому что они похожи на масляные украшения для торта. Но я вот так чувствую, что они такие довольно прочные. Расскажите, вот в чем секрет? Они сделаны из строительного материала, декоративной штукатурки. Как вы думаете, у нас получится с вами такое сделать? Обязательно. Давайте попробуем. Для лепки нужен мастихин – инструмент для живописи. Им набирают материал и придают ему форму. Мы создаем маки. Мы с горки набираем декоративную штукатурку, делаем основу, и из нее уже получится лепесточек для цветочка. Итак, один за другим. Строгих правил нет. Располагать лепестки можно на свое усмотрение. Попробуем и сами. Вот, я думаю, этого листочка будет достаточно, чтобы его положить потихонечку. Это очень молодец. У нас получилось? Ну, у нас получилось. Не очень хорошо, да? Да, не идеально. Ну, для первого раза это нормально, просто нужно набить руку. Вот так, да? Еще, еще. Вот так, да. Вот так? У вас все получится. Правильно? Да. Отсюда, вот сюда. Вот так, ближе. Теперь лучше буквально полчаса, и мы завершаем панно. Ой. Ну, все, вот такой последний штрих. И все готово. Результат превзошел ожидания, а процесс затянул с головой. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня. Пусть ваше утро благоухает, как цветы, и, конечно же, ваш день будет комфортным, как наша студия. А за нашу студию мы благодарим ООО «Форманта», которая входит в холдинг «Гринвуд Групп». Спасибо большое, что мы можем работать в этой студии благодаря вашей поддержке. Ну, а тем временем расскажем вам пока о познакомстве с синаптической ситуацией на полуострове и прогноз погоды по Симферополю. Ясно, без осадков, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, днем до плюс 20 градусов тепла. Вы сможете увидеть в Севастополе, ясно, осадки не ожидаются, ветер юго-восточный 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, днем на столбиках термометров будет плюс 20 градусов тепла. Прогноз погоды по ЮБК ясно, без осадков, ветер северо-восточный 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 20 градусов тепла. Днем плюс 16. Прогноз погоды по Феодосии облачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9. Днем плюс 15. А в Керчи 4 марта ясно. Без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9. Днем плюс 15. В принципе, ситуация везде похожа, кроме как в Армянске. Дело в том, что в Армянске сегодня переменная облачность. Но осадки все равно не ожидаются. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9. А днем будет 19 градусов тепла. Один из самых теплых городов республики, несмотря на переменную облачность. Что касается цен на топливо, то газ сегодня стоит 19,56 рубля. Дез топлива 48,80 рубля. 92-й бензин 44,70 рубля. И 95-й бензин 48,65 рубля. Что касается 98-го, то он стоит 56,12 рубля. И познакомили вас с валютным, с делами на рынке валют. Дело в том, что доллар несколько вырос в цене. Сейчас курс доллара составляет 66,41 рубля. Евро в свою очередь упал. И курс евро на сегодняшний день 73,24 рубля. Это такая у нас обстановка к данному часу. Но тем не менее, мы с Димой подготовили вам еще массу интересных новостей. В том числе и забавных, и смешных, но и главное полезных. Ну а у нас сейчас как раз таки есть время поговорить о живом термометре, который ходит по улицам города и пока не готов с нами почему-то связаться. Но может быть потому, что ты назвал Татьяну Балыкину живым термометром? Но она типа вышла такая, говорит, ощущаю градусов 30. Ну пока не 30, конечно. Ну куда? Нет, сейчас ориентировочно, ну вот как мы говорили, 15. Слушай, давай сыграем с тобой в одну игру. Я как раз приготовил, ну как игру. О, все же вернулся наш живой термометр. И готов поведать, ощутил ли он какая температура. И о новостях полуострова, а точнее столицы. В общем, Танюша, я надеюсь, ты с нами рядом. Уже как оно? На улице поведай нам. Уже тепленько, смотрим. Хорошо. Я нахожусь в Крымском федеральном университете, гуляю по территории своего прошлого университета, который я не так давно закончила. И на самом деле берет небольшая такая ностальгия. Приятно здесь находиться. Все так чистенько, красиво, студенты отдыхают, гуляют между парами. И я все-таки с новостями о том, что на полуострове планируют создать научный центр мирового уровня. Представляете, это такая очень приятная новость в том, что мы развиваемся. И это крупные города России создадут сеть из 15 таких комплексов в рамках национального проекта. И вот появится такой центр и в Крыму. Научно-образовательный центр. Это совместный проект Республики и Севастополя. А для его реализации планируют привлекать частные инвестиции, деньги из регионального, федерального бюджетов. Также специалистам предстоит решать задачи мирового уровня. В частности, медицинские. И также вот одно из таких основных направлений – это сельское хозяйство. Но на самом деле в Крыму можно выбрать еще несколько направлений. И сейчас обсуждается, что же именно войдут какие из этих направлений. И что можно будет развивать, что обсуждать с коллегами. Также вот можно сказать, что университет создает научную информационную долину, в которой все это будет проходить и обсуждаться. Но вот пока что, ну вот только предложения все предлагают, что же можно будет сделать. И вот дело в том, что до 15-го или, по-моему, до 10-го марта можно будет… Крымские ученые много предложений создадут и отправят их к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Но действительно это очень здорово, что в Крыму появится такой центр. И Крым, как один из таких крупнейших регионов Российской Федерации, будет развиваться. И наши ученые смогут какой-то вклад привносить в инновационные технологии. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Ну а сегодня прямо цветочный какой-то день. У меня вот как раз-таки заготовлен небольшой вопросик к Александре. Саша, можешь сказать, какие цветы тебе больше всего нравятся? Я розы люблю. Розы, вот. И немножечко минутки психологии. Розы нравятся самодостаточным, уверенным и уверен в собственных силах. Людям эти личности умеют любить себя и других. Яркие индивидуальности, страстные, вольные и незаурядные. В общем, страстная Александра. А вот, допустим, если вы любите полевые цветы, то у вас нет пафоса. Если вы любите тюльпаны, то вы личность, так сказать, довольно гордая, оптимистичная и добродушная. Ну вот такая вот у вас большая заготовочка. А сейчас мы готовы поведать для тех людей материал, кто любит отдыхать в Ялте, куда-то там можно направиться и открыть для себя что-то тоже новое. Но дело в том, что второе место на европейском конкурсе заслуга ялтинских танцоров. И об этом мы уже можем поговорить с Викторией Шевченко. Она на прямой связи со студией. Вик, доброе утро. И как удалось нашим соотечественникам стать одними из лучших на мировом спортивном поприще? Доброе утро, Александр Дмитрий. О победах наших ялтинских спортсменов мы сегодня поговорим с тренером спортивной школы номер 6, Багаудиновым Альбертом. Альберт Видатович, скажите, пожалуйста, что это был за конкурс? Где он проходил? Значимость этого конкурса и значимость победы наших юниоров? Конкурс проходил 23 февраля в гостинице «Ялта Интурист» в Хрустальном зале. Это конкурс российский категория А. Что такое категория А? Это должно принимать участие как минимум 4 региона Российской Федерации. Это Крым, Севастополь и Краснодар. Были пары из Петербурга, из Волгограда. Возрастная категория пар какая? Возрастная от 7 до взрослых. Взрослая – это 19 лет и старше. Что расскажите о нашей паре? Наша пара выступила в категории юниоры 1 Е-класс и заняла второе место в европейской программе танцев. Но это значимая победа? Для нас это очень значимая победа, конечно. Это серьезный результат, тем более, что наш партнер занимается танцами только 4 месяца. 4 месяца, то есть это который занял второе место, да? Да, да, да. То есть такие успехи делают наши танцоры, то есть такие таланты у нас приходят к вам в школу? Очень талантливый мальчик. Мы очень долго ждали, чтобы у нашей девочки, а девочка как раз моя дочь, чтобы у нас появился мальчик, с которым пара может продвигаться. И я сам не ожидал, что результаты будут так быстро к этой паре придут. А скажите, вот большая вообще, сколько занимается детей в школе, вот именно танцами? Мы занимаемся по федеральным стандартам. У нас у каждого тренера должно быть, ну, примерно 42 ученика. Это 3 группы по 14 человек. Если группа тренировочная, то должно быть 10 человек. И вот какие уже соревнования, где-то мы еще побеждали? Мы везде соревнуемся и попадаем в призы довольно часто. В России где-то на материк мы выезжаем? Собираемся выезжать. Только собираемся? Куда поедем? Что впереди у нас? Обычно, если выезжать на материк, то хочется, конечно, показать там результат. Раньше у нас на материк выезжал наш ученик Марат. Он же, опять же, наш сын, в который приходится больше вкладывать. Ну, так получилось, что дети талантливые и занимаются танцами. Он продолжает заниматься, сейчас выступает уже за Краснодар. Приехал недавно с чемпионата России. А сколько сын вас занимается танцами? С пяти лет. С пяти лет. Ему уже 19-й год, он практически каждый день уделяет внимание танцам. Спасибо вам огромное, что вы сегодня это утро провели с нами. Я хочу пожелать, и думаю, все телезрители к нам присоединятся, пожелать и вашим воспитанникам, и вашим детям, больших олимпов спортивных, чтобы и все достижения, и чтобы они прославляли наш Крым. Спасибо вам огромное за это утро. Спасибо вам. Дмитрий, Александра, я передаю вам эстафету. Хорошего утра и хороших новостей. Спасибо, Вик. Но если мы уже заговорили с вами об эстафетах, о танцах, то я вам расскажу, что Наташа Жадько, это наша корреспондент отдела утреного дня, она недавно тоже здорово станцевала. И пусть не на мировом поприще, но в маленькой уютной студии. И как она там и животом крутила, и бинди на лоб налепила, уже расскажет она сама и подробнее из следующего сюжета. В индийских фильмах пляшут все, от эстрадного Болливуда до классического нрита, а еще сакральные танцы именно им отдает предпочтение Мария Козлова. Я изучаю классический индийский танец, это древний храмовый танец, сакральный танец, который передается от учителя к ученику строго по канонам. Здесь все продумано до мелочей, от костюма до смысла. В момент танца артист считается проводником божественной энергии. Царь и украшения защищают его от внешнего негатива. Бежение выполняют обязательно босиком, чтобы прочувствовать силу земли. Позиция Романзи. И мы выносим ногу в правую сторону и открываем хасту. Возвращаемся. Взгляд не забываем, да? Ноги, руки, голова, все отдельно, координация. Но не беда. Я думаю, если тысячу раз повторю, что-то обязательно получится. Но это не точно. В таких танцах важна не только физическая подготовка, но и знание языка жестов. А еще нужно владеть навыками актерского мастерства, чтобы правильно передать эмоции. Индийский танец — это не просто набор хаотичных движений. В каждом элементе зашифровано целое сообщение. Например, сейчас я хочу сказать, что... Все просто. Я тебя люблю. Если в стране зиты и гиты так повествуют о чьей-то судьбе, то в краях пустыни оазисов исполняют танец живота. Одни из самых популярных стилей — арабский и турецкий. Первый — сдержанный, а второй — фольклорный. В обоих работают все группы мышц. А значит, это отличный способ поддерживать себя в форме. Отличие от других танцев, естественно, в наборе элементов, то есть стилистике самого танца и в настроении, которое транслирует этот танец. Естественно, в первую очередь, настроение нам сообщает музыка, о чем песня, и это уже обыгрывает танцовщица. Один из плюсов — этот вид танца может освоить каждая девушка. Главное — желание и немного практики. Наталья Жадько, Олим Гелиев. Утро нового дня. Восточные сказки, что ты мне строишь, глазки. А я читаю, читаю, прям после этой песни этого клипа хочется танцевать, но мы готовы уже связаться с нашей новостной редакцией. Да, станцуем попозже. Они пока не танцуют, но, думаю, уже зарядились также бодростью утренней. Но ножкой притопывают, мне кажется. Сейчас узнаем, Аня Ничеговская. Анечка, притопываешь там ножкой или нет? Признавайся. Да, конечно, операторы просят не двигаться, не притоптывать, чтобы держать камеру центрально. И танцевать я, к сожалению, не могу. Но после эфира, думаю, мы исправим это. Ну, мы как фото на паспорт пока сейчас еще серьезные такие ребята. Но мы к тебе придем, Аня. Ты ножи, главное. Я буду вас ждать, да, конечно. Поведай, какая у нас сегодня новостная повесточка, и что интересного мы сегодня увидим в эфире. Да, коллеги, мы готовим для вас очередной выпуск новостей, в котором расскажем вам о последних приготовлениях конкурса на замещение должности главы администрации города СААКи. В дневных и вечерних выпусках вы узнаете о том, как проходит итоговая коллегия Министерства культуры. Все это и многое другое расскажем в наших выпусках. Не переключайтесь. Вам желаю такого же хорошего настроения на протяжении всего дня, коллеги. О, спасибо. Спасибо тебе, хорошего настроения. А у нас еще будет как раз-таки время поплясать и построить глазки. В общем, разрешение. Вы понимаете, да, что с Димой произошло после свадьбы-то? Вот как до сих пор остановиться не может, как вошел в раш. Но, тем не менее, мы вернемся к вам уже обязательно завтра. А к Данному сейчас мы с вами прощаемся. Очень жаль, наше время дошло к концу. Все, до новых встреч. Увы, утро не может быть вечным, поэтому мы прощаемся с вами до новых встреч. Пока-пока. До завтра, пока. Пока. Упички. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok